МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Раз, два, куда-то вы все собрались. Ну-ка, иди сюда, дорогой. Куда путь держим? Доброе утро. Сегодня мы находимся в одном из учреждений Перми, куда в гости пришли вот такие замечательные котейки. А с какой целью, мы сейчас и выясним. Ну, показывай дорогу. У этих кошек сегодня важная и ответственная миссия стать немного доктором. Все мы знаем, что существует ипотерапия, канистерапия, а это кошкотерапия. Разновидность энимал-терапии, когда наряду с лекарствами предписано общение с животными. В данном случае общение с кошками. Если брать такие вещи, как депрессия, хроническая усталость или какие-то пониженные настроения, ухудшение этого настроения, то тут, конечно, кошка придет на помощь без всякого сомнения. И уже давным-давно подмечено, а кошки живут с нами более 10 тысяч лет, что те люди, которые содержат кошек, они, конечно, живут не только дольше, но и счастливее. Пациентами кошкотерапевтических сеансов или фелинотерапии, как ее называют по-другому, в этот раз стали жители Гаевы. Снежок и Люся нашли себе практически уже новых хозяев. Скажите, пожалуйста, как кошечка себя ведет? Замечательно. Спокойная, красивая, ласковая. У меня дома есть кошка, она ко мне приходит, начинает на мне массаж делать, а я думаю, когти же больно, я ее выгоняю. Оказывается, надо, чтобы она делала, да, терпеть ее вот эти болячки. Почти каждый владелец кошки убежден, что его животное является не только отличным другом, но и хорошим доктором. Ничего точно сказать о лечении не можем, но вот то, что котики подняли нам настроение, придали бодрости, это точно. Теперь с уверенностью можно сказать, новый день начался хорошо. Продолжение следует...